В Санкт-Петербурге работает Международный экономический форум. Первые встречи проведены, первые контракты подписаны. Для нашего региона очень важным стала панельная сессия, на которой обсуждались новые транспортные коридоры и логистические маршруты. Один из таких, Белкомор, должен стать одним из основных направлений по перевозке грузов. Об этом заявили представители компании РЖД и российского правительства. Артемий Заварзин работает на форуме в Санкт-Петербурге. Стрелка компаса в эти три дня будет указывать только в одном направлении, в сторону Санкт-Петербурга. Международный экономический форум собрал свыше 15 тысяч человек из 100 стран мира. Каждую секунду здесь происходит что-то новое. В программе около 100 мероприятий разного формата. В том числе дискуссии и панельные сессии. На одной из таких участники говорили о глобальной торговле, международных транспортных коридорах и ускоренном росте контейнерных перевозок. Задача, стоящая перед Россией и ее партнерами, разработать новые логистические маршруты. Одна только компания «Российские железные дороги» готова инвестировать около 7 триллионов. При этом четко хочу сказать, что железнодорожный транспорт не должен и не станет бутылочным горлышком, тормозом для развития экономики. Без тормозов двигаясь к новому формату международного сотрудничества, транспортники предлагают создать единый перевозочный документ для транзитных перевозок, чтобы избежать логистических нестыковок и минимизировать таможенные процедуры. Новый состав правительства по этому поводу уже сделал заявление на форуме. Правительство Российской Федерации подготовило и внесло в Государственную Думу проект федерального закона, который предполагает цифровое пломбирование грузов, которые движутся по территории Российской Федерации. Это позволит заранее сформировать профиль риска для тех или иных товаров или грузоотправителей и пропустить значительную часть груза через границу в режиме зеленого коридора. Зеленым коридором для больших грузопотоков должна стать железнодорожная магистраль «Белкамур». Вкупе с развитие морского порта и авиасообщения Архангельск имеет все шансы стать крупным логистическим центром. Рост будет взрывным и мы здесь не можем находиться, скажем так, в расслабленном состоянии. И проект «Белкамур», и проект развития нашего порта, и новые возможности нашего аэропорта. Причем говорят о том, что нужно давать возможность создавать авиационные хабы в точках соприкосновения всех видов транспорта. Архангельск очевидно для этого соответствует всем требованиям. О «Белкамуре» на форуме будут говорить и завтра. Предстоит подписание меморандума с Евразийским банком развития. Соглашение сулит миллиардные инвестиции. А сегодня наш регион подпишет документ, касающийся транспортировки арктических грузов. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, регион 29, Санкт-Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...